Сегодня Минск стал центром союзной политики. В белорусскую столицу прибыл глава российского правительства Михаил Мишустин. На повестке переговоры с Александром Лукашенко и белорусским коллегой Романом Головченко. Впрочем, в Минск прилетели все ключевые российские министры. Это сигнал, разговор коснется широкого круга взаимных интересов. От финансовых и энергетических вопросов до поступления вакцины от коронавируса. Кстати, белорусский премьер и станет тем первым белорусом, кто испытает на себе новый российский препарат. На встречах еще раз подчеркнули у стран братский уровень отношений, который не стоит ставить под сомнение. Как и решимость Беларуси отстоять свою независимость. Здесь и четкая российская позиция. Всецелая поддержка нашего суверенитета и единства. Впрочем, в переговорах озвучили не только генеральную линию, но и немало деталей политического закулисья. Подробности у Ольги Онищенко. За три недели до выборов и спустя три после. Российский премьер Мишустин в Минск прилетает с завидной периодичностью. И всякий раз правительственный кортеж держит курс на дворец независимости. В июле в Минске прошла встреча под знаком евразийской политики. Но даже тогда говорили не столько о пробелах в интеграции. Все больше о том, что деньгами не измерить. В самых тесных связях двух стран, которые подпитывает не только экономика. Впрочем, и сегодня союзническая линия прошла через весь переговорный марафон во дворце независимости. После фото двусторонний формат встречи. Но по пути в президентский кабинет Александр Лукашенко расскажет немного о личном. Не всякого высокого гостя здесь посвящают семейную историю. У самых близких союзников в политике, экономике и жизни. Повестка, очевидно, не исчерпывается лишь общей торговлей и другими нюансами интеграции. О том, что для русского человека эта земля всегда была родной, президент премьеру Мишустину уже говорил лично именно в этой обстановке. И сегодня разговор Александра Лукашенко начинает точно так. Напоминая, что эту данность не подпортить никакими испытаниями. Мне приятно с вами встретиться как с человеком, представляющим нашу братскую Россию. Во-первых, ну а во-вторых, вы же свой человек, корни ваши идут из зарыты в центре славянской цивилизации, там на севере Витебской области. Я очень благодарен вам за последние недели и может даже месяц, полтора, когда у нас идут интенсивные переговоры между правительствами. Мы договорились с Владимиром Владимировичем еще до выборов об этом. И как мне вчера Роман Александрович докладывал, что вы значительно продвинулись в решении тех вопросов, наболевших вопросов для нас. Вы знаете, я чаще и чаще говорю, у нас это просто видно, осязаемо все в связи с отдельными выпадами так называемой нашей оппозиции. Не знаю, как ее назвать, я еще не совсем понимаю, как назвать все это. Но, тем не менее, это для нас урок. Я больше говорю об уроках, о том, чтобы этот урок сподвиг нас сделать соответствующие выводы, две братские республики, Российскую Федерацию и Беларусь. И по многим-многим вопросам, по которым мы вроде бы не смогли раньше договориться, чтобы мы договорились. И вы с премьером Беларуси сделали огромную работу, чтобы сплезить наши позиции и по многим вопросам вообще договориться. Наболевшие для Минска и Москвы вопросы это не только о внутренних рыночных барьерах, которые тормозят движение на двустороннем торговом треке, да и в формате пятерки тоже. Согласованных решений, которые бы устроили всех, ждут и в создании общих рынков углеводородов. А с ними справедливых цен на нефть и тарифов на транспортировку и транзит газа. Ведь на кону конкурентоспособность нашей экономики. Президент скажет, о многом будет говорить лично с российским коллегой уже скоро и не только в экономической плоскости. Вы видите, что происходит, Михаил Владимирович, у нас. Мы видим, что происходит вокруг России. И вот по ходу я вам намекнул, что мы вынуждены были, видя недружественные шаги со стороны блока НАТО у наших границ. А для этого все доказательства есть, как бы они не оправдывались. И переброска американских подразделений, других подразделений из глубины их натовской территории к границам Беларуси. Особенно самолетовые, по-моему, 18 или 16 самолетов они перебросили. И 15-20 минут они достигают нашей границы. Мы это все видим, поэтому мы вынуждены были отвечать. Мы развернули практически половину нашей белорусской армии. Фактически взяли под контроль западные границы с Литвой и Польшей. И, как я часто говорю, фактически окружили Гродно, чтобы противостоять этим угрозам. Ну, наверное, эта демонстрация дала свой результат. Но я к чему клоню? Я заметил, наблюдая за российскими событиями, у них появился у Запада новая фишка появилась. Опять новичок, опять отравление. Так я вам должен сказать, что вчера, вчера или позавчера, я точно не помню, до выступления Меркель, она заявила, что ему хотели закрыть рот, то есть Навальному. И мы перехватили разговор. Разговор, мы так понимаем, с Варшавой. Варшава разговаривает с Берлином, два абонента на связи. Перехватили наша радиоэлектронная разведка военная. Военная, поскольку там развернуты части. И мы, конечно же, ведем ее в радиосфере противоборства с натовцами. И мы перехватили интересный разговор, который, я вам дам почитать, его мы подготовим, направим ФСБ, который отчетливо говорит о том, что это фальсификация. Никакого отравления Навального не было. Группа специалистов, я так понимаю, подготовили для Меркель, для ее администрации факты, а может быть и заявления, которые она сделала. Сделали они это, чтобы, вот цитата, чтобы отбить охоту Путину, сунуть нос в дела Беларуси. И вот процитировал этот разговор. Понимаете, насколько по-изуитски поступают эти люди. Поэтому, я думаю, Бортнику надо будет серьезно с Нарышкиным разобраться в этой ситуации. Мы и голос передадим записанный, и текст передадим. Полностью все материалы сегодня же будут у, сегодня, завтра у ваших спецслужб, для того, чтобы они разобрались, кому это надо. И, главное, одна тоже цитата, я вам могу ее озвучить сегодня. Тем более, в ближайшее время у них выборы, день голосования в регионах России. То есть, они знают, что в России выборы, и надо перед этими выборами какую-то подсунуть пакость. Мы думаем, что еще что-то придумают. Вот их стиль, вот их лицо. Здесь и о Беларуси разговор есть, я вам оставлю этот разговор, вы прочитаете его. Одним словом, гарантии спокойной жизни сегодня пока еще выглядят сомнительными. Но Беларусь полна решимости отстоять свой суверенитет и независимость, как бы ни накалялась обстановка на внешнем контуре. Вам спасибо за то, что вы в тяжелую минуту подключились и помогли нам хотя бы в экономике серьезно стабилизироваться, очень серьезно. Особенно в умах людей произошел переворот, что Россия, как братская страна, как основной наш экономический партнер и рынок сбыта, мы же это не прячем, почти половину всего мы продаем в России, она от нас не отвернулась в эти трудные времена. Еще раз спасибо. Прежде всего хочу вам передать наилучшие пожелания и теплые приветы президенту России, Владимиру Путина, буквально утром перед вылетом, просил передать вам самые добрые слова. Хочу сказать сразу, что без сомнения, если приемлемо в Минске, мы особо хотели бы подчеркнуть, что Россия полностью поддерживает суверенитет, независимость и территориальную целостность Беларуси. Для нас Беларусь родная страна, дело не только в исторических, языковых, духовных связях, но и фактически в наших сотнях, тысячах или миллионах граждан, которые фактически являются одним народом, и вы об этом не раз говорили. То, что касается работы, хочу сказать, что с Романом Александровичем мы в постоянном контакте, Александр Григорьевич, еще с нашей совсем недавней встречи. Мы практически по всей повестке, как союзного государства, так и Евразес, и вообще любых вопросов, которые возникают, активно работаем. Но с вакцинами вы нам поможете. Конечно. Меня Владимир скажет, что это будет первая страна, которым мы поможем с вакцинами. Так это и будет, и я рад, что Роман Александрович Головченко принял решение, собственно говоря, сегодня сделать его решение. Я надеюсь, что все будет хорошо. Уверен в этом. Спасибо. О том, что правительственные переговоры сегодня пройдут практически в полном составе, говорит тот факт, что Минск утром принимает сразу два аборта с российской делегацией. Для глав правительств в Беларуси и России эта встреча уже далеко не первая, даже с учетом того, что наш кабинет министров обновили летом. Но таким внушительным составом участников диалог еще не вели. Казалось бы, не самое простое время для переговоров с внешними партнерами, решить бы внутренние противоречия, но для Минска этот визит именно сейчас понятный сигнал. Отношения уж точно прошли проверку на прочность. Полагаем, что ваш визит является самым убедительным доказательством подлинных братских отношений между нашими странами в это непростое время, когда Беларусь подверглась массированному давлению извне тех сил, которые пытались, да и до сих пор пытаются опрокинуть государство, разыграть привычный уже сценарий так называемой цветной революции, хорошо нам знакомый по нашим соседям, а также вбить клин между двумя ближайшими союзниками, которыми являются Беларусь и Россия. Потерпев неудачу в попытке политического близкрига, определенные силы работают над попытками расшатать экономику страны. Но нам не привыкать к противостоянию внешним вызовам, особенно чувствуя поддержку нашего союзника Российской Федерации, которая является и нашим основным торговым партнером с долей 48% по итогам января-июля текущего года. Сегодня каждый второй белорусский товар уходит по-соседски на восточный рынок. Россия еще и крупнейший для нас инвестор. Два миллиарда долларов вложений лишь за полугодие. Как не уронить взаимную торговлю и инвестиции на кризисном экономическом фоне, обусловленном пандемией? Дело за решениями на уровне правительств. Они станут руководством к действию для бизнеса Беларуси и России, уверен Головченко. Мишустин в ответном слове скажет, сегодня все заряжены на то, чтобы наверстать упущенную торговлю. Падение оценили в 20%. Но едва ли эти потери сегодня важнее поддержки на политической арене? Прежде всего, хотел бы еще раз подчеркнуть важность обеспечения независимости, суверенитета и территориальной целостности Беларуси. Убеждены, что в нынешней ситуации необходимо действовать строго в правовом поле, полностью исключить внешнее вмешательство во внутренние политические процессы Беларуси, отказаться от всякого рода угроз, применения односторонних санкций и иных нелегитимных ограничительных мер. Торговля на 35 миллиардов долларов – цифра прошлого года. Понятно, для Беларуси нет другого такого партнера, с кем контакты настолько крепки. А о том, что страны умеют работать в единстве, даже вопреки разногласиям, говорит и тот факт, что Минск и Москва нашли решение в оплате энергоносителей. Об этом сегодня скажет российский премьер, однако упуская детали. В кулуарах нюансы договоренностей объяснит профильный российский министр. Для нас очень важно, чтобы у нас были стабильные, долгосрочные отношения по поставкам нефти в Республике Беларусь, по поставкам газа. Сегодня все эти вопросы обсуждались, также в конструктивном ключе, даны председателями правительства поручения в кратчайшие сроки вступить в переговоры с учетом достигнутых договоренностей, о которых сказал Михаил Владимирович Мишустин, о погашении задолженности в ближайшее время, которая была накоплена в этом году за поставки газа. Есть, с одной стороны, задолженность в размере 328 миллионов долларов, которые за поставки газа существуют. И в том числе есть предоплата в размере 101 миллион долларов. То есть вот эти две цифры, которые сегодня учитываются в взаиморасчетах. Условия поставок, равно как и цены на российские газ и нефть, для Беларуси обсудят уже скоро, анонсирует министр. Станет ли газ дешевле, пока это предмет переговоров. Причем не уровня правительств, лишь компаний поставщиков с российской стороны и покупателей с нашей белорусской. По нефте ясности, пожалуй, не больше, с той лишь разницей, что переговорный процесс уже стартовал. Индикативный баланс на последующие годы предусматривает 24 миллиона тонн, хотя объем поставок несколько ниже, с учетом потребностей Республики Беларусь в переработке. Что касается цен, наши компании подтверждают уровень цен, которые действовали в 2020 году. Обычно не самая топовая тема в переговорах по линии Минздрава, однако сегодня тоже на пике актуальности. Пандемия объединяет усилия Минска и Москвы по противодействию инфекции как на экономическом фронте, так и по части защиты здоровья своих граждан. Россия первой в мире зарегистрировала вакцину от коронавируса. И первыми прививку получат российские медики и педагоги. Они в силу профессии чаще сталкиваются с инфекцией. Российский Минздрав журналистам подтвердит. В числе первых будут и белорусы. Максимум три недели и вакцина поступит в медучреждения нашей страны. Прививка будет бесплатной. С белорусской стороной сегодня у нас достигнуты договоренности о проведении клинических исследований совместных с учетом данных, проведенных на территории нашей страны и вовлечения добровольцев по испытанию вакцины непосредственно на белорусской стороне. Часть исследований пройдет на территорию Беларуси. Мы планируем, что в ближайшие три недели мы договоренности достигнем и готовы передать. Из других заявлений дня готовы вместе двигать и кооперацию промышленников, и цифровую экономику, и гуманитарные проекты. Уровень выше, содержание шире. Пожалуй, так можно обозначить фронт предстоящей работы. Договоренности предстоит закрепить уже скоро на очередном союзном совмении. Рассчитывают, разговор будет предметным. И что важно, еще и равноправным, о чем не раз настаивали в Минске. Мол, договор дороже денег. Выполнять его должны без всяких условий. Лишь это гарантия долгосрочного и эффективного союзного партнерства. И такие отношения в равной степени сегодня выгодны и Минску, и Москве. Ольга Онищенко, Илона Красудская, Агентство теленовостей.